Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вице-премьера Александра Новака состоялось итоговое в этом году заседание Совета директоров Кавказ.РФ. По итогам было принято решение о продаже курорта Архы с частным инвестором. Механизм его продажи разделен на несколько этапов. Инвестор берет на себя обязательство создать единую зону катания трех туристических деревень за счет строительства канатных дорог и 30 километров трасс. В региональном отделении «Единой России» обсудили реализацию партпроекта «Безопасные дороги» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Встреча прошла с участием представителей Общественного совета МВД, Управления ГИБДД, Министерства строительства и ЖКХ, промышленности и торговли, Управления Карачаева-Черкеска-Автодор, а также мэрии Черкеска. В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтировано более 32 километров дорожного полотна, введен в эксплуатацию мост на дороге Кордоникская-Козыл-Октябрь. Комментирует информацию руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Джамбаев. Сегодня достаточно наших туристов послушать, которые отмечают, что заезжая в республику, сразу уровень качества дорожных покрытий отличается от соседних регионов. Поэтому, конечно, очень лестно и радостно слышать это от наших гостей, но и нам, которые повседневно этими дорогами пользуются, тоже приятно, когда мы ездим по безопасным, качественным дорогам. В мэрии Черкеска прошло заседание городской антитеррористической комиссии, на котором обсуждены меры по обеспечению безопасности жителей и гостей города в период подготовки и проведения новогодних, рождественских и крещенских праздников. Правоохранительные органы, МЧС, администрация города и все ее подразделения, экстренные службы, каждый в рамках своих компетенций в тесном взаимодействии, должны выполнить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности горожан и всех, кто в эти дни будет находиться в республиканской столице. Бесперебойные круглосуточно будут работать коммунальные аварийные службы. Полное ограничение движения автотранспорта будет введено 31 декабря с 19 часов в обоих направлениях проспекта Ленина от Кавказской до Умара-Лиева. Возобновится оно в 8 утра 1 января. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования в Карачаево-Черкесии на базе гимназии номер 18 начал свою работу второй в республике детский технопарк «Кванториум». Детский технопарк поможет раскрыть потенциал учащихся в освоении современных технологий и выбрать будущую профессию. Его образовательные программы рассчитаны на возрастную категорию от 10 до 18 лет. Об этом сообщила директор гимназии номер 18 черкесска Рабия Джандарова. Мы можем использовать то оборудование, которое мы получили на уроках химии, физики и биологии. Мы получили много оборудования по электричеству, это по физике, то есть это то направление, которое у нас прописано в школьной программе, поэтому учитель в полную мощность может использовать все это оборудование на своих уроках. Теперь то же самое касается биологии. Мы как бы уже и практиковали, очень большое оборудование мы получили, допустим, у нас микроскопы, которые также используют с пятого класса в программе, уже изучение там и клетки, и то же самое у нас и по химии получено оборудование, которое мы можем использовать на уроках. То есть не только доп. образования, у нас колоссальные возможности именно в учебной программе использовать все, что мы получили. По поручению руководителя республики Рашида Тимрезова, семи участников специальной военной операции из Карачаево-Черкесии начали получать единовременную денежную выплату к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Единовременные выплаты получат военнослужащие Вооруженных сил России, в том числе мобилизованные контрактники, добровольцы, а также семи сотрудников Федеральной службы войск Национальной гвардии страны. В рамках реализации национального проекта образования в следующем году в селе Пристань Прикубанского района будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения. С такой просьбой к руководителю региона на прямую линию обратился активный гражданин Ачахмат Канаматов. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко лично провела ознакомительную экскурсию в образовательном центре «Спутник» для восьмиклассника Алана Байрамукова. С такой просьбой обратилась бабушка Алана на прямую линию главы республики Рашида Тимрезова. Она поинтересовалась, есть ли у ее внука возможность посетить несколько профильных смен в образовательном центре. На прямую линию с главой Карачаева-Черкесской республики Рашидом Борисбеевичем Инна Кравченко поступил звонок от бабушки ученика шестой школы, который заинтересовался работой центра для талантливых и одаренных детей и хотел бы сюда попасть. Мы связались с бабушкой, с учеником шестой школы, с Аланом и пригласили его в этот центр на экскурсию. Рассказали и показали, какие направления и образовательные программы сегодня реализуются в данном центре. И что необходимо сделать для того, чтобы стать воспитанником данного центра. В столице республики Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии совместно с региональным штабом «Мы вместе» был организован форум «Карьерное развитие добровольцев Карачаева-Черкесии». В рамках форума участникам была презентована деятельность Министерства по делам молодежи и штаба «Мы вместе», а затем добровольцы в формате квеста проверили свои знания. Участниками стали самые яркие и неравнодушные представители молодежи региона, отметил заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Здесь речь идет о том, как через такие маленькие события молодые люди привыкают вовлекаться в повестку жизни самой республики, социальной жизни республики в том числе. И за счет этого в конечном счете мы предполагаем, что это будет способствовать тому, что вот эта гражданская позиция молодых ребят, она будет лить мотивом их деятельности не только на период обучения, но и потом, когда они станут уже во взрослой жизни. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в Карачаево-Черкесии в качестве самозанятых в этом году, что более чем в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. На территории региона был принят специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход, благодаря которому к концу уходящего года 15 116 человек открыли свое дело и зарегистрировались в качестве самозанятых граждан. Министерство культуры Карачаево-Черкесии совместно с командой проекта «Идентичность в типовом» разработало концепцию модернизации республиканской системы культурно-досуговых учреждений. Об этом рассказал министр культуры Зурапа Гербов. Смысл проекта – это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе, чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов, и как на всем этом зарабатывать. Потому что здесь огромный потенциал культуры, в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали, дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. В рамках мероприятий, приуроченных столетию Карачаевой Черкесии, на станции Воробьевы горы, сокольнической линии метро, проходит выставка. Экспозиция знакомит москвичей и гостей столицы с богатством культуры нашей многонациональной республики. Особенное достоинство выставочного пространства на станции Воробьевы горы состоит в том, что за месяц работы выставки более 300 тысяч пассажиров метро смогут познакомиться с культурой Карачаевой Черкесии, ее природными богатствами и историей, просто оказавшись на платформе станции. Выставка продлится до 23 января следующего года. В следующем году будет благоустроена территория озера Каракель. В рамках прямой линии руководителя региона поступило обращение от жителя курортного города Тиберда о благоустройстве озера и вероятность на нарушение экосистемы в ходе обустройства пляжной зоны у водоема. Так, территория популярного у гостей и жителей республики озера будет обустроена комфортной зоной для отдыха, набережной, пешеходными дорожками и кабинками для переодевания. В общей сложности на территории Карачаевой Черкесии в предстоящем году появится 6 обустроенных пляжных зон. В Карачаевой Черкесии продолжается благотворительный марафон, к которому можно присоединиться вплоть до 31 декабря, после чего будет сформирован гуманитарный груз, который отправится прямо в зону специальной военной операции, чтобы наши земляки знали, что в новогодние праздники их помнят и ждут на родине. Подробности сообщила руководитель штаба «Мы вместе» Ася Хакерова. Все мы понимаем, что сейчас, конечно, очень тяжелое время, когда наши военнослужащие находятся в зоне специальной военной операции. Сейчас им очень нужна и важна наша поддержка, и наша республика является, так скажем, таким тылом, вторым фронтом для наших бойцов. Здесь мы все своими усилиями стараемся их поддержать. То есть проводятся вот такие благотворительные концерты, которые там перетекают постепенно, ярмарку мероприятий, которые там продлятся до конца текущего месяца, до 31 числа. Собранные средства будут, естественно, направлены на поддержку, на закупку того, что сейчас им крайне необходимо. Для того, чтобы собрать средства, одним из организаторов является региональный штаб «Мы вместе», который базируется на базе ресурсного центра по развитию добровольства. Там существует несколько способов для перевода денежных средств, то есть это по номеру карты, либо по QR-коду. Для юридических лиц это реквизиты самой организации, куда можно переводить деньги в целях благотворительности. Конечно, абсолютно не важно, какая сумма будет пожертвована, это может быть 10 рублей, может быть 1000 рублей. Главное принять участие, чтобы абсолютно каждый житель нашей республики посчитал своим, наверное, долгом принять участие, помочь, быть вовлеченным в эту деятельность. Тогда, конечно, мы увидим большой результат. Сотрудники правоохранительных органов республики из незаконного оборота изъяли около 40 тысяч бутылок немаркированного алкоголя. Предварительный ущерб правообладателям оценивается в размере более 6 миллионов рублей. Во время обследования промышленной зоны в Черкесске, в припаркованной грузовой машине без водителя обнаружено около 5000 бутылок нелекального горячительного, оклеенных этикетками известных брендов. В поселке Заречном Прикубанского района из пристроек, расположенных на территории домовладения, изъято порядка 35 тысяч бутылок аналогичного спиртного. В настоящее время полицейские устанавливают место производства нелегальной продукции и лиц, причастных к его обороту. В Карачаево-Черкесии продолжается профилактическая операция «Елка». Сотрудниками лесной охраны совместно с полицией ведется усиленное патрулирование лесных массивов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также проверка транспортных средств. Напомним, за незаконную вырубку лесов предусмотрен штраф до 5000 рублей для граждан и до 500 тысяч для юридических лиц. За ущерб в размере более 5000 рублей грозит уголовная ответственность. Танцевальная группа ансамбля песни и танца Дью Хабесского района приняла участие в грантовом всероссийском конкурсе искусств «Кремлевские звезды». Один из представленных адыгских народных танцев получил диплом лауреата первой степени, а танец моздокских кабардинцев – лауреатом второй степени. Кроме того, ребята выиграли денежный приз в размере 50 тысяч рублей. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – плюс 3, плюс 8. В горах местами – минус 2, плюс 3. Утром местами на дорогах – гололедица. В горах свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков утром на дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти – 4,9 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!